Ну, твоя жизнь превращается в сплошной ездовой спорт. Все, что тебя окружает, должно быть связано с собаками, должно быть связано с этим спортом. Круг людей у тебя меняется. Ну, в общем, ездовой спорт – это и хобби, и спорт, и целая жизнь, наверное. Порода собак – это ездовые метисы, это своеобразный микс. Основной состав – это поинтеры, грейхаунды и курсхары. Гоночные, спортивные, охотничьи породы, они совмещены в данных ездовых метисах, воплощают в себе все, что необходимо для ездового спорта – это скоростные характеристики, выносливость и так далее. Выводились они очень давно, сильно закрепились в них эти качества. Но, на самом деле, эволюция сейчас просматривается очень большая. Если посмотреть, какие собаки были, например, те же метисы 10 лет назад, то сейчас мы уже видим абсолютно других метисов, у которых и скорость уже на генетическом уровне выросла в разы. Собрать пряжку – это изначально сложно, потому что у них существует своя иерархия. У тебя должны быть четко определенные лидеры, которые будут знать все твои команды, которые ведут тебя право, лево. Но вот у меня мой лидер, который взрослый, самый опытный, с ним даже не надо разговаривать, в принципе. Ну, мало того, что он сам читает знаки на трассе, он видит, то есть, если знак стоит там с какой стороны, то, значит, сейчас будет поворот. В принципе, я могу ему не командовать ни право, ни лево. Конечно, без лидера упряжка не побежит. Чемпионат России у нас – это самое главное мероприятие сезона. К нему очень долго готовишься, не все всегда получается. Где-то собаки могут болеть, где-то сам не готов. Но, тем не менее, у любого человека, наверное, который выходит на соревнования, есть цель победить, и всегда ты настраиваешься, конечно, на победу. Сейчас находимся на таком переломном моменте, наверное, когда основная упряжка уже отходит постепенно от работы и в ход вступают полага и собаки. До конца никто вам никогда не расскажет все свои секреты о том, чем кормят и как кормят, ну, потому что это своеобразный также залог успеха. Ну, одно могу сказать с уверенностью, что высокое содержание белка в корме собаки – это очень важно. Особенно это важно для наших собак из белка. Именно если речь идет о высококачественном животном белке, собаки получают энергию, которая ездовым собакам очень необходима. На данный момент мы определили для себя питание – это холистические корма-корм, которые специально разработаны для спортивных собак, которые удовлетворяют на данный момент всем нашим потребностям. Я вижу это по качеству собак и по результатам. Собаки в отличной форме, хорошо себя чувствуют, бегут, работают, а что еще нужно? Это не может быть нездорово, потому что твое любимое животное рядом с тобой, у вас общее дело, вы достигаете вместе побед, оно тебе помогает в достижении побед, оно за тебя радуется, и ты видишь это, ты видишь отдачу, и это действительно очень здорово. Ты поддерживаешь его, он поддерживает тебя. Своеобразный тандем, который ведет вас с обоих к вершине. Ну и вообще быть с животными – это здорово, а особенно если люди занимаются спортом вместе с животными. Таких видов спорта немного. Наверное, надо радоваться и гордиться тем, что вы со своим компаньоном, со своим хвостатым партнером занимаетесь таким прекрасным делом, как спорт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok